Три, четыре, два, три! Главный музыкальный фестиваль Карелии с 10-летней историей вернул себе имя. После запретов и судов по поводу авторских прав на бренд, Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала товарный знак «Воздух Карелии» за организаторами. Очень рад, что фестиваль, который мы 10 лет проводили в Республике Карелия, в городе Петрозаводске, который является визитной карточкой нашего края, теперь не только по сути, но и по закону является брендом, который нам принадлежит. «Воздух Карелии» – это бренд, принадлежащий нашей организации, организаторам фестиваля, и нет никаких проблем теперь в его организации, как у нас в Карелии, так и в любой точке нашей планеты. Первый «Воздух» прошел в 2005 году на взлетном поле аэродрома Пески и собрал около 12 тысяч зрителей. Там выступили ночные снайперы, Найк Борзов, Мара, 7Б, Сплин и Чаев. С каждым годом «Воздух» набирал обороты. На нем играло множество легенд отечественного рока. Именно «Воздух» дал возможность молодым командам выступить перед многотысячной аудиторией. На фестивале играли коллективы из Петрозаводска, Мурманска, Архангельска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Эй, вы там поближе, подходите! К 2009 году главный опен-эйр Северо-Запада насчитывал уже 40 тысяч любителей рок-музыки. А к 2010-му «Воздух» впервые запретили. Согласовать место проведения опен-эйра с карельским МВД не получилось. Тогда в студии Петрозаводского офиса нашего радио прошел рок-марафон в поддержку уже полюбившегося зрителям и музыкантам фестиваля. Выступили пилот, декабрик, укрениксы и сдобши с дуб. После трех лет тишины в 2013-м «Воздух» возродился. Он расширил формат и стал фестивалем живой музыки и отдыха на природе. Перезагрузка прошла за городом на турбазе «Авиаретро» на берегу Кончизера. В 2014-м фестиваль вернулся на прежнюю площадку в черте города – поле аэродрома «Пески». Да здравствует воздух! Без воздуха тоска! Последний «Воздух-2015» для организаторов оказался самым трудным. Фестиваль чуть было не потерял имя. Тогда к названию «Опен-эйра» возникли претензии со стороны нашего радио. Товарный знак «Воздух» принадлежал им. Именно так называлась одна из передач радиостанции. Теперь, когда у фестиваля появилось законное имя, остается главный вопрос – будет ли воздух снова? Нам бы очень хотелось в 2017-м году провести фестиваль «Воздух Карелии». И поэтому в самое ближайшее время мы будем обращаться к властям региона и к властям города, для того, чтобы совместными усилиями мы эту большую машину снова запустили. Раньше с фестиваля начиналась неделя празднования Дня города. Теперь организаторы предлагают сделать воздух кульминацией праздника. Вот так! Продолжение следует...